Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Емеля, и сегодня мы с вами будем кушать роллы! Ура! 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 Давайте выпьем за это! Если честно, у меня сегодня не особо прям вау настроение, потому что буквально где-то час назад я поругалась со своим братом. И вы знаете, эта ссора была необоснованная, просто это всё накопилось у меня. Иногда меня очень раздражает, что все люди вокруг меня, они указывают мне на то, что мне надо делать, как мне надо делать. И я это позволяю делать. Потом в какой-то момент я взрываюсь от того, что мне надоело, что все люди вокруг как-то манипулируют мной. Я такой человек, мне, например, пять раз скажет, что вот это хорошо, вот это хорошо. Я поверю в это. Действительно, если близкий мне человек прям мне говорит о том, что, например, в чём-то я не права, что-то мне надо пересмотреть. Я реально действую так, как мне говорит мой родной человек. Но я считаю, что я уже взрослый человек. Я могу сама принимать какие-то решения. Один раз была подобная ситуация с парнем. Я выложила историю, и я была в халате. Кто подписан на мой инстаграм, тот в курсе про мой халат. То есть там ничего не видно, он просто такой пушистый, мягкий халат. И он мне предъявил, что зачем снимать историю в халате. Этот халат, он, ну как, ну домашний, да, можно сказать. Что здесь такого? Я снимаю видео, где, например, у меня виден пупок, ты не против. А как только я сняла видео в халате... Причём, кто подписан на мой инстаграм, тот в курсе. Это просто была история. Вот лицо и чуть-чуть видно халат. Халат такой прям зимний. От ничего такого, знаете, эротического, так скажем. Вот. И я просто в этот момент поняла, что слишком много всего он мне говорит. Ой, господи. А я говорю, окей. Поэтому уже человек придирается к им да мелочам. Моя главная проблема заключается в том, что я сначала терплю, позволяю, а потом уже взрываюсь. То есть у брата предъявы совсем другие. Тут это не касается одежды и всего такого поведения. То, что я говорю. Вот. Ну вот с парнем конкретно. Он меня просто уже настолько допекал с такими вещами, что ой, ты в этой истории сказала так, мне это не нравится. Я говорила, окей, я так больше не буду. Но в какой-то момент это просто надоедает. Хочется какой-то самостоятельности. Хочется, не знаю, как-то чувствовать себя. Взрослым человеком. Вот. Поэтому как-то я немножко, если честно, расстроилась. Но у меня у брата есть очень хорошая черта характера. Он прав или не прав, он обязательно позвонит. То есть у него нету этого, знаете, как девочка обиделся, потом неделю не звонит, не пишет, все пропал. Когда ты звонишь, он не берет. У него такого абсолютно нету. Мне кажется, в любых отношениях, не важно, это парень или твой брат, ты должна уметь себя поставить. О, тебе не нравится, я сделаю по-другому. Я сделаю, как тебе нравится. Я делаю так, а внутри меня это копится, копится, копится. Я просто чувствую себя, как будто, знаете, меня каждый раз просто растоптали, да. Я просто это делаю, дабы не было ссор. Я вообще сама по себе не очень конфликтный человек. И я с близкими всегда стараюсь не ругаться. Ну, просто, знаете, иногда это точка кипения, и дальше уже не идет. Вот. Надеюсь, что у вас тоже такое было, и вы меня понимаете. Например, когда я ругаюсь с мамой, в 99,9 случаях, я прошу прощения. А брата наоборот, он у меня. Смотрите, какая вкуснотища. Это просто обалденные роллы, очень вкусные. Здесь останется чуть-чуть, я думаю, может быть, смиксовать у меня в морозилке 4 или 5 манты. Я думаю, что ссоры бывают у всех. И это нормально. И, может быть, не стоило даже об этом говорить. Вот. Но просто я хочу чувствовать себя взрослым человеком. Я не хочу, чтобы каждый раз то парень, то брат, то мама говорили, что ты здесь неправильно делаешь, ты там неправильно сказала, там ты неправильно отдыхнула. Честно, это не то, чтобы неприятно, это как-то убивает во мне мотивацию дальше что-то делать. И каждый раз, когда я что-то снимаю, я буду думать, вот, здесь я скажу, что это не так. Это не понравится, не знаю, моему дяде, это не понравится троюродному брату. В общем, как-то так, ребята. А сегодня вообще я должна была говорить про ЛГБТ-сообщество. Господи. Уронила. Все знаете почему? Потому что положила на край, не помещается ничего. Какое соленое. я люблю прям чуть-чуть макать. В комментариях в инстаграме я поставила пост. Вы, наверное, уже знаете. Там очень много вопросов касательно именно ЛГБТ-сообщества, как я к нему отношусь. Я до этого отвечала на этот вопрос. Но если хотите, могу ответить еще раз. Раз столько людей залайкали этот комментарий. Я считаю, что каждый человек имеет право на выбор. И я плохо к этому всему не отношусь. Я не считаю, что это болезнь. Это просто такие люди. И бабушка моя, кстати, рассказывает, что и в их времена были такие люди. То есть это не то, что сейчас стало это модно. И все вот... То есть моя бабушка рассказывает, что это было всегда. просто раньше всегда боялись об этом говорить, потому что люди могли столкнуться с таким осуждением, с таким презрением. Я считаю, что это неправильно. Я просто против того, чтобы люди показывали на люди, что вот я нетрадиционной ориентации. Не знаю, целовались в парках два мужчины, например. Я категорически против этого. Потому что это подталкивает и других людей тоже. Например, детей, у которых не сформировавшаяся психика. Они тоже думают, а может быть, мне тоже не нравятся девочки. Может, мне тоже нравятся мальчики. Почему-то большинство именно мужчин не любят геев, например, я замечала. У меня был один друг, он был гейм. И мой парень, знаете, так реагировал, что... Что это? С кем ты общаешься? Что касается того, чтобы показывать свои чувства на людях, я вообще считаю, что даже если ты традиционной ориентации, я не люблю людей, которые целуются, не знаю, вовсю сосутся где-то в парках. Не знаю, меня это очень сильно отталкивает. На мой взгляд, это немножко неуважительно по отношению к обществу, в котором ты находишься. Возможно, я просто воспитана по-другому, потому что в Европе это норма. Но я бы не хотела, чтобы у нас это тоже было нормой. Не знаю, хотите уединиться, идите куда-то в отель, в любое место, но не на улице. Это как-то смотрится со стороны ужасно. На это смотрят дети. Возможно, вы не согласны со мной. Но когда люди конкретно перегибают палку, это смотрится просто ужасно. Какая вкусняша, честно. Ребята, я вовсю наелась. Это сегодня уже второй мокпанк за день, который я снимаю. Поэтому мы с вами будем закругляться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я считаю, что ни один человек не имеет права осуждать выбор другого. И люди, которые кричат во весь голос, что геи, не знаю, лесбиянки, это фу, это, во-первых, невоспитанность этого человека, прежде всего. Мне кажется, нашим людям нужно поучиться какой-то толерантности, наверное. И самое главное, чтобы человек сам был счастлив. На этом все. Берегите себя. С вами была Ика Эмили. Пока.